В актовом зале колледжа больше 200 человек. Студенты и их родители пришли познакомиться с условиями работы на Нижнекамск-Нефтехиме. Многие из них еще до начала учебы знали, что будут работать на предприятии. Несколько лет ждали личного знакомства с представителями компании. Как раз думал, куда пойти. Решил пойти на Нижнекамск-Нефтехим. Пока мне понравилось, что они рассказывают. Узнал много чего нового, много льгот. Стабильная зарплата, свой санаторий, лагеря и спортивные школы для детей. Это и многое другое ожидает специалистов Нижнекамск-Нефтехима. К тому же без внимания не остаются и молодые семьи. При вступлении в брак организация выплатит 15 тысяч рублей. Сюда же можно отнести и социальную ипотеку. Все эти бонусы прописаны в коллективном договоре. Его составляли в год с семьи, поэтому решили добавить особый пункт. За рождение тройняшек Нижнекамск-Нефтехим выплатит 100 тысяч. Но и это еще не все. Суду молодым семьям. Семью создали. Это тоже касается семьи. Всех призываю вообще-то жениться, замуж выйти определенное время. Повзрослели и серьезно стали. Суду молодым семьям. 50 тысяч беспроцентных судов. Холодильник, купительную, бытовую технику. Тоже предусмотрено. Бонусов много, все и не перечислить. Есть возможность реализовать себя как спортсмен или артист. Представитель Нижнекамск-Нефтехима призвал будущих работников развиваться не только в профессиональной сфере, но и в творчестве. А также похвастался недавно победой команды предприятий в конкурсе «Бизнес-Заман». Первое место заняли. То есть молодежи уже не только в масштабе нашего города, но и в масштабе республики они выступают. И очень отрадно выпускники вашего колледжа там очень активно принимают участие. То есть в этом отношении тоже все условия созданы. Это ведь не только для того, чтобы вот они там пели, плясали, они в это время и знакомятся. После этого уже потихоньку любовь, потихоньку семьи создаются. Колледж Невтехимии Невте переработки плотно сотрудничает с грядообразующим предприятием. Именно поэтому выпускникам учебного заведения всегда открыта дорога на предприятии. Третий курсник Вячеслав с профессией определился не сразу, зато точно знал, куда пойдет работать после колледжа. Я не знаю, сначала записался на КТОВ, потом по баллам посмотрел то, что я не прохожу. Ну и мама говорит, типа, я на аппаратчике, я тоже решил пойти на аппаратчик. Слава вырос в семье работников Нижнекамск-Невтехима. Старший брат подает ему пример, он сотрудник предприятия. А мама Наталья больше 20 лет работает аппаратчиком на заводе БК. С условиями коллективного договора знакома лично. В санатории ездим, стабильность, естественно, у нас зарплата стабильная. На пенсию раньше уходим, талоны получаем. Много плюсов на химии.